Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы поговорим на такую тему, что выбрать в качестве профессии разработка мобильных игр, то есть по ту же систему Android Lisbo, разработка Android приложений. Видео не будет, наверное, длинным, там в принципе есть только несколько аспектов, которые вам нужно знать при выборе профессии. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия. Если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записей и консультаций есть в описании под видео. Итак, что же выбрать мобильные приложения или игры, что разрабатывать. И давайте начнем то, что ближе моему каналу, это мобильные приложения. Для того, чтобы начать разрабатывать мобильные приложения, вам нужен компьютер. Хотя бы с 2 гигабайтами оперативки, но лучше с 8, ну где-то i5, ну и все, и желание. Вот и все. И вы должны что делать? Вы должны взять свой компьютер, установить, скачать Android Studio. Перед тем, как вы скачали Android Studio, перед установкой вы должны посмотреть на свое имя пользователя на ПК, если вы на Windows. Если вы на Mac, то пропускаете этот шаг. Значит, если вы в Windows, то вы должны посмотреть, на каком языке у вас имя пользователя. Если он у вас на русском языке, то переименуете на, должны переименовать вы на английский язык. Вы переименовали все это дело на английский язык. Далее вы устанавливаете Android Studio, устанавливаете Android SDK. И настраиваете подключение либо реального смартфона. То есть, да, вам помимо компьютера нужно еще и устройство на Android. Но если у вас его нету, что вряд ли, то не беда. Можете использовать и визуальный эмулятор, который строен в Android Studio. То есть, по факту, чтобы начать разработку мобильных приложений, вам нужен компьютер и вам желательно нужно устройство на Android, либо просто компьютер. Далее вы начинаете изучать основы Kotlin, основы Android и уже непосредственно с первых уроков, с первых нескольких дней, может после пятого дня, вы уже конкретно начинаете писать мобильные приложения. Когда мы говорим про разработку игр, мы говорим о том, что игры, ну, я кратко расскажу, игры разрабатываются на движках. Обычно под мобилку разрабатываются на движке Unity. Я грубо скажу это, но это оживление компьютерной графики. При нажатии, допустим, на определенные участки смартфона должна происходить определенная логика в игре. Но это я, конечно же, это я грубо сказал. И, как я сказал, что перед тем, что что-то программировать в играх, нужно объекты программирования, то есть компьютер, объекты, это компьютерная графика. И перед тем, как вы перейдете непосредственно к программированию и созданию игр, вы должны будете потратить много времени на усвоение, на изучение, создание компьютерной графики. Если мы говорим о этой профессии как о профессии, скажем так, как о профессии как таковой, то есть в том случае, если вы хотите трудоустроиться, то, возможно, вам не нужно разбираться в создании компьютерной графики. Если мы говорим о работе на себя и создании своих собственных игр с целью заработка, то тогда вам нужно будет в этом разбираться, либо тратить свои деньги, немалые деньги на специалистов, которые разбираются в создании компьютерной графики. То есть тут я так понимаю, что в любом случае, опять же, если вы будете трудоустраиваться, вы должны что-то будете показать. А так как у вас нет ни одной игры, потому что вы не разбираетесь в компьютерной графике, вы не сможете ничего показать, в любом случае придется разбираться. И вполне может быть такая ситуация, что на изучение создания компьютерной графики у вас уйдет один год. Что вы должны будете изучить? Вы должны будете изучить создание объектов. Обычно сейчас в играх используются 3D объекты, то есть вам нужно изучить 3D моделирование. Потом, когда вы изучите это 3D моделирование, создание объектов, вы захотите создавать какие-то персонажи. Там вы должны будете изучить анатомию для создания персонажей. Потом вы должны будете изучить окраску этих всех персонажей и различных предметов и объектов компьютерной графики. После этого вы будете изучать анимацию этих всех объектов. И вот только после этого, когда вы все это изучите, вы перейдете к программированию своей компьютерной графики. Разработка мобильных игр происходит на языке C-Sharp Да, не Kotlin, как на мобильном приложении А на языке C-Sharp Потому что в обычно 95% случаев мобильные игры пишутся на То есть вы не будете разрабатывать в Android Studio Не будете разрабатывать на Android SDK Вы будете разрабатывать на Unity То есть никакой Android Studio, этого фреймворка нет Есть только Unity, движок Unity На нем вы разрабатываете Там вы будете создавать компьютерную графику Ну, кстати говоря, для того, чтобы начать создавать компьютерную графику Очень много инструментов Это целая сфера И обычно, если в компании, то там десятки просто разных специалистов То есть вам нужно выбрать, вам понять Нужно, что вы хотите при разработке игр Прямо программирования И тогда вы должны выстроить стратегию трудоустройства Когда вы говорите только о программировании Но все равно, если вы будете писать код по отношению к объектам Компьютерной графики, вам все равно в ней нужно разбираться В общем-то, а там вы можете создавать компьютерную графику Есть Blender Есть только для моделирования, создания 3D персонажей ZBrush Есть Cinema 4D для анимации И вот для построения 3D Короче, софта Maya есть Там, короче, очень много софта И помимо этого Там нужно неплохо в Photoshop разбираться И я так понимаю, возможно, даже в Illustrator Там столько софта надо изучить То есть основная проблема Вхождения в сферу разработки игр Это то, что пока вы подойдете к программированию Непосредственно к созданию игр Вам нужно уйму времени потратить на изучение Создание компьютерной графики Тех же 3D моделей, моделирования Все, что я вам рассказал Конечно, вы можете обмануть Но можете с этим обманом потом попасться Вы можете просто купить всю компьютерную Есть специальные сайты, где можно купить компьютерную графику И уже ее программировать То есть решать У вас на выбора много Когда вы идете в сферу разработки компьютера Разработки игр под мобильные устройства Именно под Android У вас много путей, как вы можете пойти Можете начать изучение компьютерной графики За год изучите Потом будете изучать программирование Можете изучать только программирование И в компьютерную графику не лезть И третий вариант Вы можете изучить только программирование А компьютерную графику всю купить И вот в этом сравнении все великолепие разработки мобильных приложений. Это то, что здесь можно просто взять и начать. С играми так не получится. Далее, вы должны понимать, есть такой слух, я не знаю, насколько он верен, но считается, что в компьютерных играх там больше конкуренции, потому что это весело, это интересно, это классно, это современно. Там большая конкуренция, намного больше, чем мобильных приложений. Это мобильные разработки приложений. И считается, что зарплата меньше, потому что это прикольно создавать игру, и там большой спрос, большая конкуренция, ну и можно типа меньше платить. Насколько это правда, я не знаю, но я слышал от многих такое мнение. К тому же нужно более детально разбирать. Но основная сложность в выборе, что вы хотите выбрать, создание мобильных приложений или создание игр, вы должны просто задать себе вопрос, что вы хотите разрабатывать, игры или приложения, что вы хотите делать, развлекательные продукты или продукты для бизнеса. Когда вы решите, что вы хотите что-то сделать, вы должны потом осознать, как вы это будете монетизировать. На приложениях монетизация, платная подписка, реклама, продвижение каких-то, и разработка на заказ. При разработке игр это реклама, и вот там не платная подписка, а различные платные покупки для игр в магазине. Вот. Есть, конечно, разработка на заказ, но она очень сложная. Но все равно, плюс-минус одно и то же вот в этих аспектах. Но само такое фундаментальное различие, это то различие, с которого я начал. То, что в мобильной разработке мобильных приложений, вы сразу начнете разрабатывать мобильное приложение. При заходе в разработку игр, вы начнете с изучения компьютерной графики. А пока вы придете к разработке, еще может год пройти. Вот, в принципе, это мое видение, что выбирать. Я считаю, нужно выбирать разработку мобильных приложений под систему Android. На сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok